прикройте его пленочкой здесь прикрывать нечего раньше такого не было сейчас есть и вообще говоря о кузове chrome 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 он плотный твердый хороший такой мясистый следовательно вы сейчас получаете уже максимально доработанный аппарат в общем что еще нужно перед тем как говорить о модели давайте поговорим о корпорации фав это первая автомобильная корпорация в китае основанная 1953 году и по этой причине на старых автомобилях был логотип цифрой динуты и чтобы все вокруг знали что это первый среди первых далее если мы говорим о том вообще почему эта корпорация считается топовой на территории китая ну во первых потому что она лидер для понимания 2015 году компании фав продала 3 миллиона 140 тысяч автомобилей в общем чтобы вы понимали объем 22 миллиона это весь рынок китая 9 миллионов это рынок америки 7 миллионов рынок японии 3 миллиона рынок германии полтора миллиона рынок россии это я к тому что они произвели и продали столько автомобилей сколько производит германия так что вот такой большой концерт помимо собственных автомобилей которые они производят как для лидеров китайской партии так и вообще для всех китайцев они также еще производят на своем конвейере автомобили марки volkswagen toyota mazda то есть да сейчас вы можете взять например toyota crown взять новый volkswagen cc toyota long cruiser 200 toyota raw audi a4 audi a6 ну и конечно же большое количество автобусов и грузовиков тоже производит компания фаб в 2007 году они поняли что пора и пришли к нам на российский рынок а 2017 года они даже открыли производство в автоторе количество проданных автомобилей это важный показатель потому что они имеют очень большую обратную связь то есть если что-то не так или какие-то там косяки проблемы они эти проблемы косяки исправляют для понимания t77 на китайском рынке достаточно давно и все те шероховатости проблемы сложности которые появились в момент появления они всегда появляются любого производителя они сейчас устранили следовательно вы сейчас получаете уже максимально доработанный аппарат вот ну и в течение выпуска я вам постараюсь рассказать в чем он хорош на российском рынке t77 представлен в двух комплектациях это лакшери и престиж у нас сегодня на обзоре комплектация престиж оптика на оптику я хочу обратить отдельное внимание она великолепно ну и по отдельности разберем и так передняя оптика у нас полностью светодиодная и светодиоды на дорогу попадает через линзу то есть это не рефлекторный тип как у большинства производителя а это именно через линзу во-первых это очень эстетично а во-вторых это свет более ярко светит на дорогу нежели рефлекторный тип фар светодиодные дневные ходовые огни и как видите у нас поэтапное включение передних поворотников они кстати тоже полностью светодиодные задние фонари у нас светодиодные но правда галогеновые лампочки отвечают за поворотники во всех комплектациях у нас есть функция задержки выключения фар follow me home то есть когда вы закрываете свой автомобиль фара продолжают светить для того чтобы освещать вам дорогу и через определенный промежуток времени они выключаются в комплектации престиж у нас появляется помощник очень классный это ассистент управления дальним светом то есть когда автомобиль определяет встречный транспорт а вы едете на дальнем свете он выключает дальний свет как только встречный транспорт проезжает он вновь его включает перед тем как видите о двигателе поговорим о подкапотном пространстве ну во-первых здесь ко всему доступ то есть здесь вроде бы не современная по новым стандартам любит максимально все закрыть чтобы не было никуда никому доступа вот а здесь легко вы можете добраться куда угодно и это хорошо потому что если нужно то можно плюс как видите у нас с вами защита у нас вообще защита между двигателя зоной двигателя и салоном очень хорошие и шума и теплозащита и также у нас на капоте тоже есть шумом теплозащита это хорошо мы благодарим вас что вы смотрите наши выпуски комментируйте ставите лайки еще будем премного благодарны если выйти подписчиками нашего канала если мы видим вашу активность мы понимаем что все не зря и следовательно будем больше выпускать новых автомобилей все для вас а мы продолжаем под капотом у нас может быть только один вариант двигателя это четырехцилиндровый полтора литровый турбированный мотор вот который выдает на 160 лошадиных сил двести пятьдесят восемь ньютонов метр крутящего момента доступны с полутора тысяч до четырех тысяч трехста пятидесяти оборотов то есть как видите очень большой диапазон в котором у нас доступны максимальные крутящие моменты это дает возможность нам тянуть прям уже практически снизу данный мотор имеет чугунный блок выхлоп соответствует стандарту евро 5 и в двигатель можно занимать заливать 92 топливом можно но лучше конечно 95 привод у нас передние то есть все крутящие моменты переходят только на переднюю ось всю мощность двигателя на колеса у нас передает или шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатая автоматическая коробка передач автоматическая коробка передач компания borg warner а компания borg warner тот кто поставляет коробки на автомобиле марки volkswagen так что ребята знают что такое раппетицированные коробки передач и кстати فов очень давно с ними работы то есть это робот с двумя сцеплениями с мокрой ванной вообще почему многие сейчас говорят мокрая ванна что это такое то есть мокрая ванна это внутри коробки и жидкость которая охлаждает двигатель когда изобрели раппетицированную коробку передачи она активно стало устанавливаться на автомобили там в 10 13 годах очень много было с ней проблем потому что это было роботизированная коробка передач сухой ванной люди не знали как пользуется такой коробка то есть Они спокойно стояли в пробках, а в пробках коробка перегревалась, потому что она постоянно искала ту или иную передачу. В момент переключения первой на вторую, с второй на первую, она перегревалась. И вот что больше этого не происходило, стали делать вот именно такие вот коробки с мокрой ванной. Преимущество роботизированной коробки передач по сравнению с вариатором и с автоматом, то что она молниеносно переключает передачу. Это позволяет очень динамично разгоняться, без рывков. И, опять же, преимущество семи ступеней, то есть двигатель не раскручивается до высоких оборотов и, следовательно, очень небольшой расход топлива. Ну, а преимущество механической коробки передачи у вас дополнительные педали. Лишние педали не могут быть. Габариты Vestun T77. Длина автомобиля 4 метра 52 сантиметра. Ширина автомобиля 1 метр 84 сантиметра. Высота автомобиля 1 метр 61 сантиметр. Колесная база 2 метра 70 сантиметров. Дорожный просвет 170 миллиметров. Гарантия на Vestun T77 составляет 5 лет или 100 тысяч километров пробега, что она ступит раньше. Но вы должны понимать, что это гарантия на основные узлы и агрегаты. Для понимания, гарантия на генератор составляет 24 месяца или 60 тысяч километров пробега, что наступит раньше. ТО нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров пути. Нулевое ТО нужно пройти спустя 6 месяцев или тысячи километров пути тоже, что наступит раньше. И, следовательно, вам нужно пройти на автомобиль обкатку. Для обкатки новое транспортное средство должно пройти расстояние 1500 километров. Скорость двигателя не должна превышать 3 четвертых номинальной скорости на протяжении тысячи километров. Также стараться резко не стартовать и резко не тормозить. Ну, конечно, если нужно, то тормозите, но все равно дайте притереться тормозной системе к вам, а вам, следовательно, к ней. Гарантия на отсутствие появления сквозной коррозии также составляет 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на хромированные элементы 10 тысяч километров или 6 месяцев, что наступит раньше. В комплектации Luxury у вас будут колеса 18 диаметра 215 55 R18, а в комплектации Prestige у вас колеса будут 19 диаметра 225 45 R19, как представлено на нашем автомобиле. Все колеса оснащены мониторингом давления в шинах, то есть когда одно из колес будет спущено, информация об этом придет вам на приборную панель. Подвеска передняя у нас по типу Macpherson, задняя подвеска торсионная балка. За тормозную систему как на передней, так и на задней оси отвечают диски. Передние диски вентилируемые. Передние колесные арки изнутри у нас пластиковые, задние покрыты войлоком. На выбор у вас один из пяти вариантов расцветки. Из них три могут быть с черной крышей. Вот, то есть они могут быть как с черной, так, следовательно, без черной. По краске. Отдельно хотел обратить внимание на то, что толщина лакокрасочного покрытия, ее замеряли, она порядка 150-200 микрон. И это очень хорошо, потому что раньше такого не было, а сейчас есть. И вообще говоря о кузове, обращая внимание на все эти зазоры, стыки, идеально. Это не мое мнение, это мнение большинства блогеров, которые уже проводили обзор данного автомобиля. Ну и, конечно же, я тоже посмотрю. Значит, далее. Если мы говорим вообще о кузове, а нища, оно защищено. То есть очень все качественно, хорошо сделано. Продумали, молодцы. Рейлинги доступны во всех комплектациях. Рейлинги металлические. Панорамная крыша также доступна во всех комплектациях. Она стеклянная. Радостная новость. Во всех комплектациях у вас будет вот таких вот два ключа. То есть с помощью ключа вы можете закрыть автомобиль, открыть автомобиль и открыть крышку багажника. Как видите, у нас нет механического элемента, потому что у нас бесключевое открытие, бесключевой запуск двигателя. Это прям красотища, красота. Но бесключевое открытие действует только на воительской двери. То есть вы нажимаете на кнопку, тянете за ручку, дверь открывается, закрываете дверь, нажимаете на кнопку, дверь закрывается. И когда у вас автомобиль закрывается, у вас зеркала с электроприводом. Как видите, сами складываются и раскладываются. Это здорово. Ну и, конечно же, зеркала у нас с вами с повторителями поворота, с обогревом и с электроприводом. приводом. Во всех комплектациях у нас хром, хром, хром. Красотища, красота. Ну, вообще, по эстетике сказка, а не машина. Нижняя часть порога у нас закрыта пластиком, также нижняя часть двери закрыта пластиком. Ну, плюс вот эти вот хромированные накладки. Но, правда, дверь не особо большая, и по этой причине она не закрывает порог. И с большой вероятностью, если будете садиться внутрь автомобиля неаккуратно, то вы можете испачкать низ своей одежды. Слушайте, хотя нет. Я вот сейчас сажусь и понимаю, что посадка-то вот под углом я цепляю только за вот эту вот часть, а это, ну, практически не касается. Но все равно, будьте аккуратны и внимательны. Интерьер. Вот прям по дизайну конфетка. Да, некоторые скажут, что он похож на Mercedes, но, друзья мои, почему нет? Почему не взять у лучших и не интегрировать к себе? А вот они молодцы, взяли и интегрировали. И сделали это качественно, чуть-чуть адаптировав под себя и не испортив, а сделав даже еще интереснее. Итак, самый далекий верх выполнен из пластика твердых пород. Вот эта вот часть у нас выполнена из пластика мягких пород, то есть прям такой мягенький, хороший. После мы спускаемся к накладке под дерево или под алюминий, не пойму. Но выглядит модно, стильно, современно. Перчаточный ящик выполнен из пластика твердых пород. И перчаточный ящик имеет премиальное открытие. Изнутри он у нас полностью пластиковый. По вместительности листок формата А4 сюда входит как по ширине, так и по глубине. Дверная карта у нас выполнена, в принципе, из тех же самых материалов. Верх у нас выполнен из-за мягкого пластика, прям такой хороший, мягкий пластик. Далее мы спускаемся к зоне. Это накладка, она под дерево или под металлом, тоже пластик. Ручка под алюминий пластик. Вот эта зона единственная жесткая. Остальные зоны, да, вот эта вот мягенькая. И очень хорошо, что зона, с которой контактирует ваш логоть, она мягенькая. Ручка плотная. Еще отдельно внимание хотелось обратить на стойку. Стойка у нас покрыта тканью. Этот такой доп премиальный, доп шумоизоляции, добавляет эстетику. Ну и на ней располагается динамик. Он вот в таком интересном визуальном оформлении. Похож, опять же, на Mercedes. И опять же, скажу, это очень хорошее сходство. Сиденья во всех комплектациях у нас именно такие. И отличительная особенность только в цвете обивки. Вы можете выбрать один из четырех вариантов. Ну, точнее, может быть, один из четырех вариантов по цвету обивки сиденья. Во всех комплектациях сиденья пассажиры у нас имеют четыре регулировки. То есть, вы можете механическим способом сдвигаться вперед-назад и наклонять спинку. Причем, спинка наклоняется вплоть до подушки сиденья второго ряда. Наклоняется за счет рычажка. Никаких вам крутей украс и перешли в горизонт. Сиденья по форме у нас вот такие вот спортивные. Имеют хорошо развитую боковую поддержку, как нижнюю, так и верхнюю, с точки зрения посадки. Если я сдвигаюсь максимально влево, то сюда встает три пальца. То есть, сиденья не, прямо скажу, чтобы особо широкие. Но вот по длине, как видите, они подняты вверх, ноги у меня не провисают. Ну и, в принципе, по длине то, что нужно, два-три пальца сюда встает. Боковая поддержка, она, ну, говорит о том, что если вы очень крупный человек, все-таки приезжайте и примерьте данный автомобиль на себя. Потому что может вот эта боковая поддержка вызвать определенные нюансы во время передвижения. Габариты пассажирского кресла ширина 48,5 см, глубина 51 см. Значит, если мы говорим о спинке, опять же, если вы очень крупный человек любите качаться, то эта спинка, скорее всего, будет для вас узковата. Эстетику добавляет интегрированный в сиденье подголовник. Он, в принципе, находится на своем месте. Вот, но если ваш рост выше, то этот подголовник, возможно, вам будет мало. Расстояние над головой, при условии, что у нас с вами панорамная крыша, составляет два пальца. Если я сдвигаюсь максимально назад, то не достаю ногами до пола. А вот о постановке ног есть маленькое наблюдение. Ну, во-первых, между ногой у нас не войдет даже нога. То есть пол ноги примерно войдет. Если хотите, можете теоретически ногу поставить на колесную арку, но это прям такой очень задранный угол будет. Плюс ногу целиком вот так поставить не можете. То есть, все равно часть ноги будет находиться на полу. Вот, если ногу протолкиваете вперед туда, но тогда, опять же, она как-то загнута. В общем, поставить ноги туда вглубь не самое простое дело. Пусть ноги, наверное, будут где-то вот здесь. А вот туда и не надо. Колесная база 2 метра 70 сантиметров. Это важный показатель для внутреннего пространства салона. То есть, мы с вами видели, что на переднем пассажирском кресле не так много места для ног, но точнее, там колесная арка внутрь попадает. И это говорит не о том, что на втором ряду сидений и самим собой у меня будет много места. Итак, двери у нас открываются достаточно широко по посадке. Раз, два. Ну, немножечко задеваю за накладку на колесные арки, по той причине, что сидушка у нас утоплена за нее. Вот, но, в принципе, и все. Расстояние от колесной арки до двери. Два кулака. Еще раз посадка. Раз, два. Ну, второй раз я, кстати, уже вообще за колесную арку не задеваю. Точнее, не замечаю, что я за нее задеваю. Итак, сидушка. Так же, как и передняя у нас поднята вверх. Сама по длине она достаточно хорошая. То есть тут два пальца. То есть она такая же, как передняя, мне кажется, даже как будто бы и больше. Ну и расстояние с самим собой. Кулак и два, ну, один-два пальца. Габариты второго ряда сидений. Расстояние от подлокотника до подлокотника 131 сантиметр. Глубина 51 сантиметр. Спинка у нас с вами жесткая. И, конечно, увеличить это пространство мы не сможем. Но, в принципе, и не нужно. Ноги можно протолкнуть достаточно далеко вперед. Правда, там какая-то вот металлическая, металлический усилитель стоит под сидушкой. Но, в принципе, ноги я вытягиваю. И самое главное преимущество этой возможности вытянуть ноги, что нога здесь, ну, прям вообще максимально комфортная. То есть действительно, в втором ряду очень и очень хорошо сидится. Между ногой, кстати, здесь больше можно поставить, чем между ногами на переднем сажирском кресле. То есть здесь целая нога стоит. И, как я сказал, ногу вы можете протолкнуть далеко. В ногах у нас есть с вами дефлектора. Также дефлектор есть по центру. И дефлектор это не простой, а вот дефлектор правильный. То есть двойной. То есть вы можете направить поток воздуха отдельно как на лево, так и на правого пассажира. И также и на центрального тоже. Спинка у нас имеет хорошую боковую поддержку. Она не регулируется. Это единственное ее положение. Расстояние над головой у меня здесь два пальца. То есть только же, сколько и на переднем пассажирском кресле. Подголовник, он у нас не убирается, он такой же стационарный, интегрированный в седушку, как и для передних водителя и пассажира Вот, ну, в принципе, норм Норм, голова лежит и хорошо Можно ли здесь и втроем? Да, можно У нас три ремня безопасности, три подголовника Единственное, ну, вот замки для ремней безопасности не убираются, они вот такие вот стационарные Выглядит очень эстетично, но сейчас посмотрю с точки зрения практики Если я переползаю слева направо, справа налево Слушайте, не цепляю, хорошо, потому что бывает так, когда вот стационарные, хочется их убрать, потому что они впиваются в тело Здесь они не впиваются, ни когда я сижу, ни когда я перебираюсь По центру очень мне нравится сидеть, не знаю почему, даже больше, чем по бокам Хорошая сидушка Ноги можно поставить на тоннель, который практически отсутствует Но если что, можно ноги поставить и к своим соседевцам 46 размер, ноги сюда входят хорошо Расстояние над головой у нас до самого неба, потому что действительно панорамная крыша делает свое дело, и за это я ее люблю Ощущение простора, вот, благодаря панорамной крыше в салоне прям увеличивается в разы Что предлагается для пассажиров второго ряда? Ну, во-первых, у нас есть сеточки, которые я очень люблю, по типу авоськи Сюда вы можете что-то положить, и самое главное, это что-то не потеряется Раз, как я уже сказал, у нас с вами два дефлектора по центру, независимых, и по дефлектору в ногах Также у нас с вами есть подсветка, и не простая, а светодиодная Потому что мы тут на стиле, на современности Вот, и снизу у нас USB разъем Классический, обычный USB Это хорошо Во всех комплектациях все стеклоподъемники у нас с авторежимом То есть один раз нажав на кнопку, вы можете опустить или поднять стекло Когда стекло опускается, как видите, она опускается практически вровень с дверью И, следовательно, вы можете выставить руку навстречу ветру Потому что здесь есть пространство, через которое можно это сделать На этом вы уже заметили, что у нас высокая оконная линия И по этой причине, конечно, руку даже мне приходится задирать То есть, если здесь будет сидеть другого роста, они будут сидеть где-то вот здесь То есть, рост у меня 190, и это, конечно, нюансы и особенности Но в любом случае, здесь наверху мягенько Так же, как и у переднего водителя и пассажира Так что здесь все мягкое равноправие С точки зрения безопасности у нас с вами крепление для установки детских кресел Система и суффикс на втором ряду сидений Раз Далее у нас регулируются ремни безопасности для водителя и пассажира И у нас или четыре подушки, или шесть подушек безопасности В лакшери у нас с вами будет четыре подушки безопасности То есть, две фронтальные, две боковые встроенные в сидения И в нашей комплектации Prestige у нас появляются еще две дополнительные подушки Это шторки, которые открываются как на задние, так и на передние стекла Задняя часть T77 выглядит именно так Отличная оптика, суперкрутой спойлер И вообще задний вид просто прям молодец, прям красивый Хочется смотреть, сказать, красота Молодцы, собрали отлично Что у нас здесь есть? Ну, во-первых, как я уже сказал, спойлер, в который интегрирован у нас стоп-сигнал Щеточка, дальше BSTU надпись Вот здесь справа кнопочка открытия крышки багажника Но это чуть позже, но сам факт не по центру, а справа Далее Здесь у нас располагается камера заднего вида, которая идет для всех комплектаций Ниже спускаемся и видим у нас парктроники, три штуки Тоже идут для всех комплектаций Знаете, смотрим еще ниже Двухпоточная выхлопная система Очень здорово выглядит Открываем крышку багажника Она открывается достаточно высоко Рост 190 плюс подошва Ну, да, где-то здесь, наверное, метр восемьдесят Восемьдесят Наверное, вот так восемьдесят пять было бы норм Значит, что у нас здесь? У нас погрузочная высота 75 сантиметров То есть расстояние от пола вот досюда Всегда я говорю, что защитите свой бампер, прикройте его пленочкой Здесь прикрывать нечего Здесь сделано все так, что если вы что-то выгружаете или погружаете С малой вероятностью вы сможете поцарапать эту красоту Еще, когда вы что-то погрузили в багажное отделение Это что-то не должно будет вывалиться Потому что здесь совсем небольшой, но все-таки присутствующий бордюрчик Который как раз это что-то будет ограничивать Плюс, что у нас вообще в багажном отделении? Первое, на что обращаешь внимание, что все в ткани Что все покрыто тканью И эта ткань будет улучшать шумоизоляцию внутри нашего автомобиля Что здесь есть? Ну, во-первых, есть крючочки Которые вы что-то можете повесить весом до двух килограмм Плюс у нас есть с вами подсветка И слева и справа есть пространство, куда вы можете что-то положить Например, там или омывайку, или масло, или еще что-то В общем, решайте сами Но самое важное, фальшпол Он плотный, твердый, хороший такой мясистый фальшпол То есть не то, что как бывает там, а вот тут нет Вот все как нужно То есть хороший, плотненький А под ним у нас органайзер, куда вы можете тоже что-то положить А поднимаем выше и видим, что там у нас скрывается комплект инструментов А под этим всем добром располагается малоразмерное запасное колесо Размером 135, 90, R16 И когда мы с вами поднимаем малоразмерное запасное колесо Мы видим, что оно лежит на специальном изоляционном материале Опять же говоря, о шумоизоляции прям большие молодцы Продумали Сидения на 77 складываются в пропорции 60 на 40 И когда они сложны, как видите, у нас образуется с вами практически ровная поверхность Ну а теперь давайте поговорим о габаритах багажного отделения Габариты багажного отделения Т77 Ширина 110 Расстояние от пола до потолка 74 см Расстояние от пола до шторки 44 см По диагонали 110 см Ширина в зоне до колесных арок 130 см Ширина в зоне колесных арок 98 см Глубина по нижней части 89 см По верхней части 57 см Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 152 см Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 175 см По диагонали 205 см Водительское кресло Вот здесь как раз и можно прочувствовать все особенности и нюансы сидения С точки зрения посадки Вот сейчас хорошо определить, насколько сидение комфортное Спине немножечко узковато Подголовник, как видите, у нас не регулируется Это единственное его стационарное положение Ну, в принципе, нормально То есть в случае ДТП он отработает на все 100 По постановке, по положению мне нравится Не хочется его никак наклонять И, в принципе, невозможно, но и не хочется По посадке Значит, сидение у нас имеет, в отличие от пассажира, еще две дополнительные регулировки по высоте То есть мы можем опускаться и подниматься И все эти регулировки, они у нас электрические То есть электрический способ Можете сдвигаться назад вперед Спинка наклоняется, поднимается И вот регулировка вверх и вниз Итак, когда я в самом нижнем положении Расстояние над головой у меня 4 пальца Если я поднимаюсь максимально вверх То хорошенько так упираюсь головой в потолок Но, опять же, наличие панорамной крыши позволяет это не ощутить Просто голову раз в дырочку, высунули и хорошо И говоря о регулировках, отдельное внимание Хотел обратить на то, что регулировка у нас идет сразу в нескольких плоскостях Вновременно вы можете наклонять, например, спинку Или поднимать сидение В общем, в нескольких плоскостях сидения могут двигаться Это здорово С точки зрения посадки Значит, слева у нас хороший мягкий подлокотник Как я уже говорил, да, вся зона, с которой контактирует ваш локоть, мягкая Если я сдвигаюсь так, как мне комфортно, по ногам То получается, ну, как видите, я немножечко за стойкой Ну и, следовательно, локоть чуть-чуть в эту стойку врезается Вот, по этой причине нужно подвинуться мне все-таки чуть вперед Подвинулся чуть вперед И да, вот тут все хорошо Слева и справа все удобно Наверх я могу руку легко положить И, кстати, здесь даже удобнее, чем внизу Потому что вверх у нас не имеет ската То есть ровная такая хорошая поверхность То есть можно держать руку даже, когда закрыто стекло Слева у нас кнопки электростеклоподъемников Напоминаю, что все стеклоподъемники у нас с авторежимом И с автозащемлением Вот, значит, это раз Дальше у нас здесь регулировки зеркал То есть очень удобный джойстик Вообще очень хороший джойстик То есть вы можете сложить, разложить зеркала И также их отрегулировать Плюс кнопки открытия, закрытия, блокировки дверей Слева колесико регулировки угла наклона фар Да, фар у нас регулируется электромеханическим способом Дальше кнопка включения и выключения ESP И вот здесь слева пространство, куда можно положить карточки И это прям хорошо Вот, теперь переходим к рулю Руль у нас во всех комплектациях именно такой Трехспитцевый с нижней скошенной частью Такая модная спортивная тема Почему? Потому что нижняя скошенная часть Позволяет вам быстро попасть и быстро выйти из автомобиля Не меняя угол наклона руля Ну и вообще таким рулем очень приятно крутить Руль у нас кожаный, многофункциональный Это у нас такая вот алюминиево-пластиковая накладочка По центру вот мне прям очень нравится этот логотип Справа кнопки, отвечающие за взаимодействие с мультимедийной системой Мне очень нравится, как тут все устроено То есть первый раз я вижу такую Смотрите Первый раз я вижу вот такой руль у китайских производителей С помощью которого можно легко взаимодействовать Например, вошли внутрь И дальше пролистываем То есть смотрите, пролистываем Выбираем Хочу вкл Вкл, да, пишу ок Все, он выключается Например, мне нужен возврат Идем назад И дальше так же идем Вот мы, например, зашли внутрь Жмем ок И вот я хочу вниз идти Нажимаю вот сюда Хочу вправо-влево, нажимаю сюда То есть прям очень понятно, интуитивно Не замысловато, но Слушайте, все равно молодцы Потому что такого никто не предлагает А, слева кнопки управления А также у нас приборная панель Что же, движемся влево-вправо Выбираем ок И вот он нам предлагает Меню Влево-вправо Ок Причем очень все хорошо взбито Вот я вам скажу, что я у Range Rover смотрел Там сильнее Так скажем, там скрипели кнопки Здесь вообще ничего не скрипит То есть очень прям Очень хорошо собран руль Прям большие молодцы А вот здесь, снизу, слева Мне очень нравится штука Это у нас круиз-контроль То есть у нас всегда есть Но может быть Или обычный, или адаптивный Об этом мы поговорим чуть позже Но сам факт Он находится под рукой Перенесли его с Mercedes У Mercedes это точно такой же круиз-контроль Я скажу, что у Mercedes Очень удобный круиз-контроль Опять же, как обычный, так и адаптивный Я вообще очень люблю круиз-контроль Потому что на них можно передвигаться Не пользуясь ни педалью тормоза, ни педалью газа Ну, если мы говорим, что вы едете на дальних дистанциях Понизили, повысили скорость В общем, удобно И здесь вот по этим дойстикам По надписи авто Мы видим, что у нас есть как датчик дождя Так и датчик света Датчик света он автоматически включает Когда определяешься за окнами темно Ближний свет А датчик дождя включает автоматически очиститель То есть щетки включает, когда на лобовом текле есть капли И сам определяет скорость их работы То есть очень-очень удобно По регулировкам Руль у нас имеет регулировки по двум направлениям То есть он может подняться вверх или опуститься вниз По вылету руль у нас не регулируется Руль имеет электроусилитель То есть если нужно, вы можете крутить им одним пальцем Это очень здорово Приборная панель с механической коробкой передачи И с автоматической коробкой передачи В комплектации Prestige, то есть в нашей комплектации 12,3 дюйма С автоматической коробкой передачи В комплектации Luxury он будет 8-дюймовый 12,3 дюйма На него выводится вся необходимая информация С ним очень легко взаимодействовать И вся информация, самое главное, перед глазами Подлокотник Ну он находится на своем месте Значит, если я сдвигаюсь максимально вперед Представляю, что сидит супруга Метр шестьдесят два Вот она подвигается максимально вперед Поднимается максимально вверх Спинку Слушайте, ну да С подлокотником, конечно, она не сможет, наверное, взаимодействовать Ну, в принципе, руку можно, если что, будет положить куда-то сюда Вот Не так это, конечно, комфортно Но если нужно, наверное, то можно Подлокотник двухсекционный Это очень здорово Потому что в него может легко попасть Не только водитель и пассажир Но также и пассажир второго ряда сидений Вот Он глубокий Вот, внизу у нас резиновый коврик Вот, сюда встанет, наверное, 3,4,0,5 бутылок Это хорошо Здесь у нас два подстаканника Подстаканники с фиксаторами Вот, если что, вот эту часть можно вытащить Это фиксатор И сюда положить что-то более объемное Далее Здесь у нас с вами кнопка старт-стоп Напоминаю, что она во всех комплектациях То есть бесключевой запуск двигателя Нажали на кнопку Запустили двигатель Выключили, заглушили Выше у нас кнопка электрического стояночного тормоза Рядом с ней располагается кнопка автохолл То есть это система, которая блокирует тормоза В тот момент, когда вы стоите на коробке передач включенной То есть на драйве Вы просто выжимаете педаль тормоза И тормоза блокируются за той порой, пока вы не нажмете педаль газа Чтобы не приводить коробку передач в нейтрал или в паркинг Удобно Далее, выше, как я говорил Замечательное место, куда вы можете положить монетки Так что слева у нас карточки, справа монетки Все, как говорится, под рукой Слева кнопка, отвечающая за помощь спуска с горы То есть когда автомобиль подъезжает к уклону Вы включаете эту систему И она сама распределяет тяговое и тормозное усилие Для того, чтобы плавно вы могли спуститься с горы Выше эта кнопка, кнопка паркинга Потому что на самом деле, когда включаешь драйв Потом думаешь, так, где здесь паркинг Ищешь кнопку, а потом понимаешь, что кнопка располагается здесь слева То есть чтобы перейти в паркинг, нужно на нее нажать Справа у нас кнопка, активирующая функцию помощи Слежения за полосой движения Вот, но об этих помощниках мы поговорим чуть позже Движемся выше Здесь у нас место, куда вы можете что-то положить Розетка на 12 вольт И USB разъем, через который вы можете передавать информацию С ее на мультимедийную систему И также подзаряжать свой гаджет Выше о климат-контроле поговорим чуть позже О мультимедии чуть позже Далее, у нас здесь вот такое замечательное зеркало В окантовочке прозрачной Это, ну, такая просто окантовочка для эстетики И, кстати, многим эта эстетика нравится Потому что вот уже я не следил за некоторыми покупателями Ох, какая красота, говорят И действительно ведь красиво Поднимаемся выше Здесь у нас подучешник Куда вы можете положить свой учешники И дальше здесь кнопочки для того, чтобы управлять нашей панорамной крышей Панорамная крыша, напоминаю, у нас идет во всех комплектациях Вы ей можете легко управлять То есть вы можете открыть, закрыть, открыть, закрыть шторку Но важный момент, что вот, например, вы не можете открыть люк И в этот момент, чтобы шторка была закрыта То есть если вы открываете люк, то вместе с люком у вас открывается и шторка Но если мы говорим Ой, да нет Стой, 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 подожди Было все красиво Ага, вон она, какая хитрость Ну да, то есть если люк у нас открыт, то и шторка тоже открыта Но опять же, почему бы и нет Здесь у нас с вами с подсветкой зеркала Как для водителя, так и для пассажира И это хорошо Ну а теперь давайте перейдем к климатической системе Климат-контроль у нас с вами однозонный То есть можете включить, нажать авто И он все сделает красиво И также здесь у нас с вами есть кнопочки Отвечающие за обогрев передних сидений Но правда только вкл или выкл Обогрев сказывается только на подушку Мультимедийная система 12,3 дюйма Мультимедийная система, она у нас тач То есть вы можете с ней легко взаимодействовать Так, ну или вот нажимая вот здесь кнопки Тоже можете убирать то или иное меню То есть кнопочки такие Все, как говорится, под рукой По качеству не ошибетесь, не промахнетесь Ну мне нравится Прямо так хорошо и эстетично Приятно и на глаз, и на ощупь Что у нас предлагается? Радио Следовательно, легко можем выбрать Ту или иную информацию Дальше мы можем сразу перейти в медиа Отрегулировать громкость Звуковая сцена Предозвучание эффекта Дальше, что у нас здесь есть Хочу послушать Смотрим То есть здесь вы можете воспроизводить через USB И по Bluetooth или через iPad Хочу посмотреть То же самое Вы можете воспроизводить видео Из флешки Или можете посмотреть свой фотоальбом Изи-коннект о нем поговорим чуть позже Возможность у нас есть подсоединить Bluetooth По Bluetooth наш телефон И настройки То есть вот наши настройки Звук Дисплей Автодень-ночь Можете отрегулировать Смотреть видео во время движения или нет Регулировка яркости экрана Кнопки на руле можете отрегулировать Подключение То есть вы можете ваш телефон подсоединить по Bluetooth Система Настройка времени языка И шрифт, конечно, очень такой знакомый Очень похожий на шрифт Mercedes И настройки Вы можете здесь автономное складывание зеркал настроить Интервал освещения можете выбрать Возврат из дома и движение домой То есть вы можете включить или выключить эту систему То есть когда вы нажимаете, фары загораются И в течение 30 секунд встречают вас Ну и следовательно, в течение 30 секунд Или 60, или 15 секунд Они вас провожают То есть вы можете выбрать, как вам удобно И вот так у нас выглядит интеллектуальный дальний свет То есть включаете и он автоматически включается или выключается Ну и теперь поговорим о системе Easy Connect Easy Connect позволяет подсоединить ваш телефон Берем телефон Вставляем провод Заходим в Easy Connect Все, и у нас происходит подсоединение Пишем Да Начать Вот и все То есть мы можем, например, зайти В навигатор И он нам будет отображать здесь И как видите, с минимальным откликом И также здесь мы можем тоже работать с помощью Touch То есть как здесь Touch, так и здесь Touch Вот он будет вам все сообщать через общие колонки Вот, единственный важный момент Что если вы отключаете телефон То, следовательно, Easy Connect тоже отключается Информации водиться не будет То есть чтобы эта система работала Ваш телефон должен быть постоянно включен И также легко вы можете смотреть наш YouTube канал Никаких проблем Берите, включайте, смотрите Ну а если нужно, вы можете всегда взять и вернуться домой И очень здорово, что как мультимедийная система Так и приборная панель у нас закрыты крышкой Вместе с мультимедийной системой у нас идет 6 динамиков Но это прям хорошо Камера заднего вида С динамической разметкой С точки зрения разрешения кино не поснимать Но хорошо, что есть Ну и здесь у нас слева будет информация о SparkTronic Ну и теперь поговорим о тех помощниках Которые есть у нас во всех комплектациях А после отдельно выделю, какие есть Тойка в комплектации Prestige Во всех комплектациях, конечно же, у нас есть Система распределения термономозного усилия Нужна для того, чтобы распределять тормозное усилие между колесами И эффективность торможения увеличилась Конечно же, есть система курсовой устойчивости ESP Система помощи при старте на подъеме То есть у вас есть 2 секунды для того, чтобы перебросить ногу с педали тормоза На педаль газа Когда, например, стоите на уклоне на драйв И вот чтобы не откатиться назад В эти 2 секунды у вас есть Причем как на механике, так и на автомате Система помощи при спуске О ней мы уже поговорили Как я уже говорил, круиз-контроль есть во всех комплектациях То есть обычный круиз-контроль Вы устанавливаете скорость И с этой скоростью автомобиль передвигается То есть никак ее не меняя Пока вы ее не измените Адаптивный круиз-контроль Это система, которая адаптируется к потоковому транспорту То есть вы тоже устанавливаете скорость Выше которой ваш автомобиль не должен разгоняться И машина сама разгоняется и тормозит Не превышая установленной скорости Вот, тормозит вплоть до полной остановки Следя за впередущим автомобилем То есть если он тормозит, то и ваша машина тормозит Он разгоняется, и ваша машина разгоняется Это очень классная, очень современная и инновационная штука. Вот. Активная безопасность. То есть вот вы можете выбрать один из нескольких режимов. Можете выбрать слабую, среднюю или высокую активность. Или можете вообще данную систему отключить. Напоминание о ремне безопасности на заднем сидении. То есть у нас есть возможность напомнить, а то вдруг вы забыли. Вы можете ее включить или также отключить. Предупреждение о выходе из полосы движения. То есть машина вас предупреждает и вы можете отрегулировать, насколько она будет вас активно предупреждать. Информация об усталости водителя. То есть включите или ее отключите, эту систему. И обнаружение знаков ограничения скорости. Минута субъективности. Красив. Я бы сказал, что это новый лидер. Прямо серьезно, новый лидер на рынке. Потому что в этом ценовом сегменте новинки никакие интересные, в принципе, не предлагаются. То есть есть автомобили, но вот так вот, чтобы прям увидеть и ахнуть, такого, наверное, я давно не видел. А вот здесь вот, да, смотришь со всех сторон интересно, продуманно, качественно. Есть, опять же, инновационные решения с точки зрения помощников. Ну и, в принципе, все, что нужно, даже вот в базовом оснащении есть. Но, опять же, для меня все, что нужно. Панорамная крыша, комфортное сидение, отличная мультимедиа. Эргономика на втором блюде сидения, позволяющая разместиться с комфортом. В общем, что еще нужно? И шесть подошв безопасности. Но, опять же, это только в престиж. Так что, да, мой, наверное, выбор это престиж. Потому что я люблю, чтобы было подошв безопасности больше. Ну и плюс, конечно, функция включения-выключения дальнего света. 19-й диски, адаптивный круиз-контроль. В общем, много приятных штучек, которые говорят, что, да, этот автомобиль достоин внимания. Но если вы все-таки хотите чуть попроще, берите тоже попроще. Потому что, как говорится, выбор есть. Ну и цвет, и фары. Ну, в общем, красота, а не автомобиль. Так что, FAV Best U77 с покупкой вас.